Всем привет! Сегодня мы рассмотрим новый GPU Lightmass, который вышел с Unreal Engine 4.26. Теперь он официальный, пока в бете. В релизных новостях Unreal Engine написано, что это совершенно новая система запекания света, которая работает на видеокартах при помощи DirectX 12 и Ray Tracing. Что позволило разработчикам существенно уменьшить время запекания света. И тут написано, что один компьютер сопоставим где-то с минимальной рендер-фермой, которая раньше работала на процессорах. Вот так вот выглядит новый GPU Lightmass. У него появилась возможность в реальном времени видеть запекание света, как такой себе интерактивный рендер в Avirae или Crone. Также появились некоторые фишки, такие как использование Progressive Lightmapper, что позволило как раз в реал-тайме видеть запекание света. Также предложили они нам два метода запекания света. Full Bake — это полностью запекать сцену, как раньше. И Bake What You See — это такой метод, когда запекается только та часть сцены, которая у нас на экране, что мы разберем немного дальше. Существенно уменьшилось время запекания света, и мы получаем более физически корректный результат, чем на процессоре. Чтобы включить GPU Lightmass, так как он в бете, он пока в виде плагина устанавливается, но он уже встроен в Unreal. Нам нужно будет включить в настройках DirectX 12, включить Raytracing. И вот эта опция, чтобы мы видели в реальном времени, как просчитывается наш Lightmap, нужно включить Virtual Texturing и Virtual Texture Lightmaps. Сейчас рассмотрим. И тут вот так будет выглядеть окошко запекания света. Сейчас мы посмотрим уже на реальной сцене. У нас есть сцена, за которую спасибо подписчику, который предоставил нам такую классную сцену для теста освещения и материалов. На ней мы будем пробовать наш новый GPU Lightmass. Для начала нужно его включить в плагинах. Заходим в плагины, ищем GPU Lightmass, включаем. И Unreal просит перезагрузиться, но мы пока этого делать не будем, так как нам еще нужно зайти в Project Settings, найти Raytracing, Raytracing, включить. И чтобы включить Raytracing, Unreal также просит включить Enable Skin Cache. Включаем. Опять он просит перезагрузиться, но мы еще не перезагружаемся, так как нам во вкладке Rendering, во вкладке Windows, вот здесь, где стоит дефолт, нам нужно выбрать DirectX 12. И включить Virtual Texture Support и Virtual Texture Lightmaps. Это для того, чтобы в реальном времени видеть просчет нашей сцены. Вот сейчас можно нажать Restart, и это займет много времени. Можно попить кофе или чай. После перезагрузки у нас пропал весь запеченный свет, и началась компиляция шейдеров, которая займет тоже какое-то время. Я засек время перезагрузки, у меня это 18 минут заняла перезагрузка, так что, чтобы вы были в курсе. А пока ждем. Просчитались наши шейдеры. Теперь мы готовы рассмотреть наш новый GPU Lightmass. Но первым делом советую всем заглянуть в Post Process Volume, так как после включения Ray Tracing он может включиться и очень тормозить сцену. Первым делом опускаемся вниз. Тут мы найдем Ray Tracing Ambient Occlusion. Его нужно выключить. Ray Tracing Global Illumination выключен. Хорошо. Отражения по стандарту сразу включаются, так как их тоже надо переключить в Screen Space Reflections. Ray Tracing Reflections, Translucency, Raster. Все хорошо. Это все, что нам нужно сделать. Теперь, после перезагрузок, просчитывания всех шейдеров, у нас здесь в Build появилась менюшка GPU Lightmass. Включаем. И вот наше окошко с настройками GPU Lightmass. Быстренько пробежимся по настройкам. Значит, большая зеленая кнопка начинает просчет. Дальше здесь написано, что GPU Lightmass работает в медленном режиме, если мы хотим в реал-тайме видеть, как просчитывается свет. Чтобы отключить это, нужно нажать Ctrl-R во вьюпорте. Тогда исчезнет Live Preview, но начнет довольно быстрее просчитываться свет. Progress Bars, вот эта галочка, это сейчас вы увидите, когда мы в режиме реального времени смотрим просчет. На каждом объекте в сцене будет такая, как полоса загрузки появляться. Если она доходит до конца, значит, конкретно этот объект уже просчитался. Дальше режим Full Bake и Bake What You See. Это мы сейчас с вами посмотрим, как они работают. И denoise или вообще выключить denoise, или после завершения просчитывания, или во время просчитывания будет включен denoise. Я включу после завершения. Посмотрим, как он работает. Дальше идут настройки. Они дублируют настройки вот этого предыдущего нашего плагина, который мы устанавливали, заменяя файлы. Тут есть EGI Sample и Stationary Light Shadow Samples. Тоже две настройки. По дефолту их хватает. Мы начнем даже с немного меньших. 256 на 64. Дальше есть настройка Use Irradiance Caching. Здесь в описании написано, что для интерьеров лучше включать эту галочку, и мы получим более физически корректный GI. Давайте включим. И вторая галочка. Тут написано, что тоже для интерьеров. С включенной галочкой больше лучей света будет попадать в темные участки интерьера. Давайте тоже включим, посмотрим, как оно выглядит. Остальное оставляем по дефолту. Единственное, я выделю всю геометрию. И для начала уменьшу Light Mass Resolution до 64. И теперь жмем Full Bake Build Lightning. Смотрите. В реальном времени мы видим, как просчитываются наши карты освещенности. Все, они уже просчитались. Так как у нас разрешение маленькое всех объектов, очень быстро просчитался свет. Прошел denoise, и все. Вот свет просчитался. Я даже не успел моргнуть. Уже можно увидеть, как освещен интерьер. Достаточно для нам освещения. То есть это было очень быстро. Давайте мы даже увеличим. Давайте, можно не увеличим. Попробуем через Ctrl Z вернуть все наши Light Mass. Да, получилось. Давайте так попробуем. У меня большие здесь настройки. На стенах у меня, допустим... Еще. Еще. Ctrl Z. Да. Вот, на стене у меня, так как все стены одним мешем сделаны, я поставил, чтобы хорошие тени были 2048. На полу 1024. На потолке тоже 2048. То есть такие немного завышенные настройки. И посмотрим, сколько это займет в этот раз ему времени. Берем Build. И вот мы видим, как прикольно просчитывается свет. Но сразу вы можете видеть, насколько хватает, не хватает вам света. Как ложится свет от спотов. По-моему, круто. А вот, и еще. Вот это, видите, написано Slow Mode. Если я нажму Ctrl R. Выключился Real Time. И... Сразу, намного быстрее, началось просчитываться наше освещение. Ну, я включу, так как прикольно смотреть. На видео я ускорю немного, чтобы вы увидели, как оно видит. Видит. Все, наш свет запекся. Включаю Real Time. Супер чистый результат. Подгрузятся все текстуры. Только вот тут чуть-чуть. Это повышением настроек уберется. Вот так вот выглядит запекание на новом GPU. Давайте посмотрим, какие там еще настройки есть. Ага. Время рендера. Смотрите. Так как сейчас уже Swarm Agent тут не задействован, время просчета можно посмотреть в Output Log. 7 минут 46 секунд заняло запекание. Но это при включенном даже Real Time. То есть, я думаю, если с самого начала выключить Real Time режим, то будет быстрее. Чтобы включить вот этот Output Log, заходите в Windows, Developer Tools, и тут есть Output Log. Сразу после запекания, время запекания. А, вот оно. Пропустил в самом низу. GPU Light Mass, Total Lightning Time. В самом низу оно будет. Смотрите, тут есть настройки Slow Mode, вот этого режима реального просмотра. Если у вас хорошая видеокарта, это нужно циферку побольше поставить, и оно будет побыстрее просчитываться, но очень нагрузит видеокарту. Также тут есть настройки для расчета на полной скорости при выключенном Real Time. Аналогично, чем выше цифра, тем быстрее считается, но более грузит видеокарту. Это надо тестировать. Давайте мы еще с вами протестируем то же самое запечем, только уберем, допустим, вот эти галочки, посмотрим, на что они влияют. А, и также посмотрим, что такое Bake What You See, когда мы будем смотреть, допустим, на вот эту стену и нажмем просчет освещения. Ну, так, в принципе, как и сказано, так и работает. То, на что мы смотрели, то просчиталось. Пока, наверное, не доработано до конца эта функция, так как все-таки бета есть бета. fullback, давайте вернем настройки по дефолту, только включим для интерьера. вот эти две настроечки. И запечем еще раз свет, только я не буду смотреть, как он запекается. И мы сравним время запекания с старым GPU Lightmass от Looshanga. Он у меня тоже тут установлен на 4,26. И сравним время и качество. У нас есть две закладки. Сейчас их не видно. Давайте я просчитаю свет и вернемся. Запеклось наше освещение. Давайте посмотрим, сколько оно заняло по времени. Output Lock 7 минут 14 секунд. У меня есть закладка вот такая. Я сохраню скриншот. Теперь я запеку свет с прошлым GPU Lightmass от Looshanga. И сравним качество и время запекания. Рассчитался наш свет на GPU от Looshanga. Заняло это 2 минуты 19 секунд. Но это самые-самые простые настройки. 32 на 16 в файле Base Lightmass.ini. Я не стал уже пересчитывать еще раз. Качество освещения можно увидеть так. Единственное, есть немножко шума. Шум точно уйдет, если мы увеличим настройки хотя бы в 2 раза. Ну и это приблизительно по времени запекания будет одинаково. Тоже что там, что там около 7 минут будет. Я думаю, что по времени будет тоже. Давайте сравним. Я уже сохранил скриншоты. Вот такой. И вот такой. Давайте откроем Photoshop и сравним. Вот это первая картинка. Давайте я поставлю 100%. Вот эта картинка. Это встроенный новый GPU Lightmass официальный. А вот это это LoShang. Шум. На шум не обращаем внимания. Обращаем внимание на тени и детали. Такие же. Что радует. возле окна. Это официальный LoShang. Не вижу особой разницы. Единственное, что наверное только вот тут видно. Это наверное denoiser официального GPU Lightmass съел. Хотя нет. Тоже есть тоже. И кого тут можно видеть такой чет чуть-чуть-чуть-чуть тень. А так в принципе очень даже сопоставимо. И вторая камера. Тоже давайте 100% поставлю. Так. Это у нас официальный. официальный. Это LoShang. По теням есть маленькие отличия. Вот тут вижу. Это тоже скорее всего denoiser сел. Я думаю, что если повысить настройки то должно быть так же. Можно попробовать отключить denoiser. Я думаю, что они тоже появятся. Так как в принципе над официальным GPU Lightmass работает тот же человек тот же LoShang еще с командой который который Epic Games ему предоставили. Так что я думаю, что с новыми версиями будет только вставать лучше. Уже очень и очень хорошо. Думаю, даже можно пользоваться в принципе. Единственное то, что бета это ну какие-то косяки где-то могут выскакивать но я думаю, это быстро они поправят. В принципе это все. Пишите, что думаете. Задавайте вопросы. Будем разбирать новые и новые темы. Всем спасибо. Увидимся через секунду в новом видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok